Я всегда начинала, ну очень часто начинала со стихов, с годами живопись становится нужнее, и действительно, вот ни одно искусство, как живопись, не становится сейчас, когда в мире происходит вот это вот всё непонятно, не становится, ни один вид искусства так не нужен нам, как живопись, да. И когда я думала, какие же стихи, с каких же стихов сегодня просто начать, так быстренько, за пять минут, уже и есть такая израильская поэтесса, если вы её помните, знаете, сейчас просто я открываю, которая писала много про еду, про завтраки, Борис Левин с ней выпустил одну книжку, вот вылетела у меня сейчас из головы, как её зовут, подождите. Вчера она написала, жила на свете колбаса варёная, сама собою неудовлетворённая. В связи с тем, что у нас, об меня видно вообще, нет? Да, видно, что прекрасно, Свет. Да, нормально, Свет, да, сверху. Вот. Я хочу, вот мы с вами живём сейчас в такое время, когда по пирамиде Маслова вроде бы искусством нам не нужно, да, что вроде бы вот мы утром просыпаемся и смотрим качество воздуха, пойдём ли сегодня гулять, куда-то поедем. И вот в такие моменты, когда, не знаю, у меня депрессия, у вас депрессия, я, например, из всех стихов... Вот сегодня много читала про еду, но решила не про еду вам сегодня стихи прочитать, а потрясающего, интересного французского товарища Пол Илюара стихи про... То, что всё пройдёт, как, знаете, сейчас, извините, просто вот тут мне все пишут, что не могут подключиться, я поэтому тут чуть-чуть... Для Берты Моризо после обеда Элюар подойдёт? Элюар, да, давай, вот как раз... Пожалуйста, кстати, по сторонам, не ставь? Сейчас, подожди. В мире нет беспросветных ночей, вы мне верить должны, если я говорю, если я утверждаю, что всегда, даже в самой кромешной печали, есть открытое настежь окно, озарённое светом. В мире есть мечта на чеку, есть желание, которое нужно исполнить, есть голод, который нужно насытить. В мире есть благородное сердце и пожатие надёжной руки, и внимательные глаза, и жизнь, которая хочет, чтобы её разделили с другими. Сегодня Юля разделит с вами кусочек своей жизни и кусочек жизни тех художников, которые оставили на века, о, каким был их мир тогда. Мы с тобой, как будто в дне сурка, утро начинаем в той же точке, завтрак, кофе, дверь, пока-пока и контрольный в лоб, ну или в щёчку, Губерман написал. Просыпаться на рассвете, подхватывает Аня Ахматова, от того, что радость душит, и глядеть в окно каюты на зелёную волну, или на палубе в ненастье, в мех, закутавшись пушистой, слушать, как стучит машина, и не думать ни о чём, но предчувствовать свидание с тем, кто с ней звездою от солёных брызг и ветра, с каждым часом молодеть. Как будто вчера написано, вот я всегда поражаюсь Ахматовой, сто лет прошло, 1917 год. Сто лет прошло, она пишет, как будто бы просто вот встала с кровати и нам говорит «Привет, доброе утро». Вот можно было настолько гениально просто писать. И последние два стихотворения, и мы начнём с Юлей о художниках и о картинах. Вот как не вспомнить набившее когда-то оскомину в детстве, но такое приятное и непревзойдённое утреннее стихотворение. Я пришёл к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что она горячим светом по листам затрепетала, рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой, каждой птицей встрепенулся и весенней полон жаждой. Рассказать, что с той же страстью, как вчера пришёл я снова, что душа всё так же счастью и тебе служить готова. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. Вот как можно было написать? В 1843 год, Афанасий Фед, 1843 год, 200 лет в обед стихотворению, написанное, как вчера. И любимый Пастернак завершит сегодняшнюю поэтическую страничку. Вот, у меня ещё есть одна минута, и мы будем слушать музыку, потому что, кроме того, кто не знает, Юля Наша Гарамова, ой, какие, слушай, вот оставь вот этот вот натюрморт, есть такая Ирина Золотарёва, которая пишет очень интересные вещи, очень интересную прозу о еде, вот она написала недавно, вот сколько живу, никак не могу понять, почему свежеиспечённый тёплый хлеб с хрустящей румяной корочкой гораздо вкуснее, когда его ломаешь руками, а не режешь ножом. И сыр вкусен, только если нарезать его такими тоненькими ломтиками, чтобы сквозь них на свет можно было читать газету. А молоко должно быть только обжигающе холодным, сладким, и чтобы текло по подбородку. А утро должно быть ясным, тёплым, солнечным и безбожно щебечущим на все голоса. И беседка, в которой я завтракаю, у Вита плещу, а напротив неё сразу за густами розовых магнолий ослепительно безбрежное и мучительно бирюзовое море и весёлые чёртики в твоих прищуренных глазах напротив. А ещё говорят, какое оно счастье, а вот такое оно счастье вкусное. Это есть такая Ирина Залетаева, очень интересная писательница. И завершаем Сашей Чёрным. Когда всё это началось у нас здесь, в Калифорнии, я сразу вспомнила вот это его стихотворение с этими пожарами, с дымом. Жить на вершине голой, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. Жечь корабли и впереди, и сзади. Лечь на кровать, не глядя ни на что. Уснуть без снов и любопытство ради. Проснуться лет через сто. Ну вот, я хочу вам пожелать и передать эстафету Юле, чтобы нам с вами не хотелось после наших программ и наших встреч забыться сном, а верить, что завтра, что в мире нет беспросветных ночей, и завтра будет всё иначе. Юлечка, тебе слово. Ещё раз всех с добрым утром. Спасибо, Света, зарядила. Ну, хоть и Саша Чёрный был проснулся через сто лет, но это очень здорово. Что ж, не уверена, что все у нас с вами по утрам пьют кофе, поэтому я позволю себе начать наш арт-завтрак с чая. Причём с чая, который представляет Мэтью Борн. Это такой английский хореограф, который, как вы помните, Лебединое озеро поставил исключительно для мужского состава. И наверняка все из вас видели его танец «Лебедей», когда в пачках танцевали мужчины. Так вот, он поставил щелкунчика, традиционного щелкунчика, которого все мы знаем в постановках, ну, во-первых, «Пяти папа», потом Григоровича в Большом театре. Баланчина в Нью-Йорке. И, конечно, кто-то из вас наверняка слышал и о постановке Мариинки, художника Михаила Шемякина. Так вот, Мэтью Борн переделал классику под современный лад. И его щелкунчик, действие щелкунчика, происходит в приюте для беспризорных. Как вы знаете, у Челковского в балете есть танцы, танец кофе, танец шоколада, и есть танец чая, который, второе его название, это китайский танец. Вот, предлагаю вам посмотреть китайский танец или танец чая в постановке англичанина Мэтью Борна. Позорненько, да, транслирует. У меня немножко за это, зависает, ну, как бы так. Вот почему? Пропал сюда. Идет, видно? Звук зависает. Звук. Угу. Звук зависает. Почему-то как-то вот... А ты знаешь, по зуму всегда так вот видео немножко не очень хорошо. Да, может быть. Угу. Эту постановку Мэтью Борна называли, ну, мягко говоря, странной. И нашелся лишь один критик, который объяснил, ну, поймите, под музыку, которую знают миллионы, вот нашелся один человек, который поставил вот такой вот современный балет с элементами современного танца, джазовых вот таких вот элементов, поэтому оно имеет право на существование. Ну, и если мы с вами заговорили о чай, то, конечно, как же без этой прекрасной кустодиевской купчихи? Уверена, что вы эту работу знаете, видели, и даже наверняка она вам нравится. Но знаете, что меня поражает прежде всего? Ну, во-первых, посмотрите, какое колористическое буйство, правда? Какие яркие-яркие краски. Обратите внимание на год 1918. Для Бориса Кустодиева это уже шесть лет в инвалидной коляске. У него была опухоль спинного мозга. И вот несмотря на то, что он с 37 лет, то есть к тому времени, когда была написана эта картина, он уже шесть лет сидит в кресле, вот этого вот незаметно в его работах. Они совершенно иного качества, то есть они все очень жизнерадостные. Ну, а что купчиха? Ну, во-первых, очень интересно, что сам Кустодиев говорил о том, что его худые женщины не вдохновляют. Однако, если вы посмотрите на его жену, высокую и очень худенькую такую, то вот спрашивается, как-то он сам себе противоречит. К купчиху в 1918 году он задумал написать, но долго-долго думал, где же взять ему модель. И тогда модель нашлась в его подъезде. Они жили в Петрограде. И это была дворянка, вот такая вот Галина, которая согласилась позировать и очень была счастлива этому обстоятельству. Ну, а теперь посмотрите, пожалуйста, вот я вам покажу. Значит, во-первых, посмотрите на ее губки бантиков, на ее соболиные брови, на ее покатые плечи. Посмотрите на ее пухлую ручку и на этот оттопыренный пальчик, который вот так вот любовно написал Кустодиев. Были варианты, и вот были этюды, и везде вот этот вот характерный вот такой характерный жест остался во всех этюдах и перешел на картину. Ну, посмотрите, как ластится к ней ее кот, у которого даже, вот посмотрите, губки тоже сложены бантиком, как и у хозяйки. Посмотрите на это изобилие. И еще обратите внимание не только на колористическое вот такое разнообразие, но и на то, как Кустодиев нам показывает, что вот любит, ну, вот такую вот красоту. Посмотрите, вот здесь вот, например, чайник, у него здесь портреты. Вот здесь вот сервис, здесь у него уже цветочки, здесь другие. То есть вот вся посуда, она из разных наборов. Ну, как это красиво смотрится. Ну, хорошо. Мы видим эту купчиху, она нам нравится, такая вот с пышущим здоровьем, и в то же время вот такая вот она привлекательная, очень эротичная. А что же происходит дальше? А дальше, посмотрите, на этой картине, причем обратите внимание, у этой работы квадратный формат, 120 на 120. Квадрат всегда дает такое ощущение основательности такого веса, то есть он хочет подчеркнуть фигурку к чихи форматом полотна. Но это еще не все. Если вы вспомните, Климт использовал квадратную форму для своих пейзажей, чтобы показать бесконечность. И вот эта вот бесконечность, то есть вы как будто бы накладываете этот квадрат и раздвигаете его рамки, дает нам и кустодиев. А что же у нас там с вами дальше в бесконечности? Ну, во-первых, посмотрите. Купчиха села пить чай после обеденного сна. Вы видите эти розовые облака, которые идут по этому голубому небу. Вы видите пейзаж, колокольни, двор, ярмарку. А вот с этой стороны, посмотрите, слева, видите, старик, ну или, так скажем, пожилой человек, у кустодиев нам старательно это показывает. Видите, у него лысая голова, большая борода. Он пьет тоже после обеда чай со своей женой. Но самое интересное, вот здесь вот притаилось, видите, здесь молодой человек, который пытается усмирить в лошадь. И получается, что вроде бы на главном плане Купчиха, которая устроила вот просто праздник такой вот еды. Посмотрите, на этот арбуз, на эти булочки с изюмом, с маком и так далее. Но в этой картине огромное количество мелких деталей, которые вот прям дают нам сразу же жизнь этого города, этого провинциального городка. Конечно, после Купчихи я не могу вам дать на контрасте завтрак аристократа, то есть человека, который вроде бы не должен быть бедным. Смысл Федотова, а вот кстати, Федотов, представляете, он же служил 10 лет в лейб-гвардии финского полка. То есть вообще-то он человек военный. И после того, как вышел в отставку, он намеревался писать работы, работы, посвященные батальным сценам. Ну вот батальные сцены не получили, зато очень хорошо стали выходить бытовые работы. И в чем здесь ирония? Дело в том, что вот этот вот аристократ одет по последней моде. У него модные шатаны, у него красивый халат. Посмотрите, как подстрижена его собака. Ну чего же он так испугался? За то, что потратив последние деньги, этот франк не может себе позволить нормальный завтрак, понимаете? И вот в этом вот была ирония на вот всех тех модников, франтов, дэнди, которые могут и показать, как они красиво живут, но при этом денег на все остальное, и даже на еду у них не остается. И напугался он, видите, вот этого внезапного гостя. Хорошо. Как вы думаете, кого напоминает эта картина? Или что напоминает эта картина? Смотрите, обнаженная женщина. Тут вот сидит тоже человек, все это на зеленом фоне. Хорошо. Напоминает, конечно же, Мане завтрак на траве. Видите, на траве. Та самая скандальная картина, которую не обругал только ленивый. Вот представляете, Пикассо ее увидел в 1900 году на выставке в Париже. Своих авиньонских девиц, те самые девицы, в которых он приблизился к кубизму, те самые, которые, опять-таки, тоже были поруганы всеми, и он был вынужден свернуть эту картину в рулон. Так вот, именно, как он сам признавался, Пикассо, Мане повлиял и на создание веньонских девиц, и на то, что появится спустя 59 лет. Вот представляете, эта работа не давала ему покоя, завтрак на траве Эдуарда Мане. И посмотрите, он сделал какое огромное количество, и это только то, что сделано маслом на холсте. Еще у него есть литографии, и даже есть у него скульптуры. Вот как сам признавался потом Пикассо, вот когда я смотрю на Мане и его завтрак на траве, это вот моя проблема на будущее. И к этой проблеме он вернулся спустя 59 лет, и вот посмотрите, три года он писал эту тему, разрабатывая ее. Посмотрите, какое количество вариантов. Представляете, насколько одна картина не давала другому художнику вот такое вот успокоение. То есть, казалось бы, работа, в которой для его времени это все очень вызывающе обнаженная женщина, причем эту обнаженную женщину все прекрасно знали. Это любимая натурщица Эдуарда Мане была, Виктория Морна такая вот. И что происходит? И вот эта картина, вы помните, что сам Эдуард Мане был тоже спровоцирован. Ее написание было спровоцировано после того, когда посмотрел на Джорджоне, на рисунок Рафаэля. И вот этими работами, получается, Пикассо ведет такой диалог веков. То есть, через вот свои работы возвращается и к рисунку Рафаэля, и к Джорджоне. Ну, и вот сейчас есть мнение, что на самом деле, там вообще-то это был Тициан, а не работа Джорджоне. Ну, хорошо. Варианты еще. Как вы думаете, будет завтрак на Мане? Конечно, Джеймс Тиссо, эта работа была на выставке, это его последняя работа, созданная в Париже. В Лондоне таких вольностей Тиссо уже не будет себе позволять. Картина написана через семь лет после завтрака на Мане. Нужно понимать, что Тиссо очень сильно дружил с Эдуардом Манной и с Дега. Он был в них в таких вот дружеских отношениях и как коллега, и как человек одного круга с ними. Но вот посмотрите, на самом деле, если бы эта картина была в Лондоне, вот интересно очень сравнивать, насколько лондонские картины Тиссо очень такие вот правильные, а эта картина здесь порочная, она это непристойная. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, девушка, вот видите, вот здесь вот, она сняла со своей, у нее с чулка, во-первых, торчит ее чулок, это невозможно, во-вторых, с чулка упала туфелька, это невозможно, но самое ужасное, что у нее торчат юбки, понимаете, по правилам хорошего тона на девушке должно быть восемь вот таких вот защит, из них четыре юбки, еще один корсет, потом мешок на корсет и так далее. Эта барышня приглашает нас, во-первых, взглядом, посмотрите, это четверка, но мы становимся пятнами, то есть мы становимся теми, кого они приглашают, и в частности, вот эта вот барышня, посмотрите на ее обнаженную грудь, посмотрите на розочку, которую ей подарил ее кавалер, и она ее воткнула не сюда, не сюда, она воткнула именно там, где обнажена ее грудь. посмотрите, посмотрите, как лихо закидывает свою рюмку вот эта вот барышня, ну и теперь посмотрите, пожалуйста, на скрытый язык символов, вот этот вот раскрытый веер вот с этой стороны приглашает нас к разговору, я хочу с вами поговорить, а вот этот вот зонтик указывает на то закрытый, что девушка не прочь с нами встретиться. То есть вот эта вот картина, на первый взгляд, которая показывает пикник, на самом деле она вот говорит о том, что вот эти вот девушки, они, ну так скажем, поведение отнюдь не прекрасного. Вот такой Джеймс Тисо. Вот эта работа, такой, знаете, групповой дружеский портрет друзей Агюста Ренуара. Вот я бы хотела вам показать, например, Гюставо Кайбота. Без Гюставо Кайбота тяжело бы пришлось и Клоду Мане, и Альберту Сислею, и очень многим импрессионистам, потому что Кайбот был богатым человеком, разносторонне увлеченным, он строил яхты, он собирал марки, но самое главное, он помогал своим друзьям, то есть и деньгами, покупая их картины, и, например, помогая оплачивать в студии и так далее. Вот Гюставо Кайбот вот здесь вот на картине Ренуара. Значит, где это все происходило? Был такой дом у Фурнезе, это вот в Шато, то есть рядом с Парижем, и вот интересно, что... Фурнез, Фурноз. Интересно, что в 1906 году дом Фурнеза был закрыт, и только благодаря американцам, вот есть в Америке такой фонд поддержки и помощи французским художникам, и вот благодаря этому фонду был отремонтирован Жаверни, и вот дом Фурнез, тот самый знаменитый, в котором так часто бывали художники-импрессионисты. Так вот, вот здесь вот мы видим вот эти вот двое молодых людей, вот это сын господина Фурнеза, вот это его дочь. Ну, а вот эта красивая барышня, это будущая жена Ренуара, Алина, и вот видите, она тут здесь так милая с собачкой. Здесь вот, в этой стороне сейчас я покажу, вот это вот, например, Жанна Самари, то есть та самая, которая очень любила рисовать Ренуар, писать Ренуар. У меня же здесь вот такой вот вопрос. Вот посмотрите, эти молодые люди... Люд видят. Вот именно, они отдыхают, но вот теперь посмотрите на французские традиции, то есть вот сколько их здесь есть, там второй стал, там тоже свои бутылки, вот посмотрите, там на пятерых человек какое количество, и тут видите, еще бочонок, алкоголя. Но вы посмотрите, чем они закусывают, то есть очень интересная эстетика, и то, как это принято было во времена Ренуара, вот проводить время. Диего Веласкеса хочу вам показать, но по одной простой причине, по нескольким причинам. Ну, во-первых, это завтрак. Ну вот посмотрите, что уже на завтрак употребляли во времена Диего Веласкеса. Ну вот, кстати, мы как-то поймем не только во времена Диего Веласкеса. Это красное вино. Посмотрите по колориту, по тому, что лежит на столе рыба, лимон, хлеб. Вот это вот называется пастернак, что-то наподобие морковки, да? Вот напоминает это такой вот «Тайный вечер», а вот этот вот вообще становится библейским персонажем, вот этот вот пожилой седовлас, седобородый. Мужчина, и вот посмотрите, он прикладывает свою левую руку к груди, а правую протягивает к виною. Посмотрите, как старательно эта женщина наливает так прям очень внимательно вот этот вот бокал вина. Вот этот вот молодой человек поднимает вот этот вот палец, тем самым поддерживая все. Так вот, во времена Веласкеса такие картины, знаете, для чего вырисовались? Для таверн. И каждая таверна вот желала иметь такую картину, как бы вот рассказывать, как своеобразная вывеска или как картина, которая закрывает стены в таверне. Это картина молодого Диего Веласкеса. И показываю я вам ее ровно для того, чтобы сделать мостик такой вот для Клода Манне. Как вы помните, начиная там с 43-х лет, Клод Манне наконец-таки обзавелся деньгами и купил себе поднести Живерни. И дальше начинается очень интересное, потому что, как оказывается, Клод Манне любил очень поесть. Ну вот я себе позволю зачитать, вот, например, его завтрак. Вставать он привык рано. Вот на заметку, например, по утрам, летом он вставал в 4-5 утра. Значит, когда он умывался, непременно холодной водой в любую погоду он спускался на первый этаж, чтобы позавтракать и выкурить сигарету. Потом ему подавали копченого угря, бекон или яйца, но иногда он предпочитал английский завтрак, тосты с конфитюром и чай фирмы Кардома, так полюбившийся ему во время пребывания в Лондоне. А теперь, внимание, утро. Довольно часто Клод Манне позволял себе бокал белого вина или наливочки, которую делала его кухарка Маргарита. Про кухарку Маргариту это вообще просто есть отдельная даже статья о том, насколько она любила готовить и насколько люди, которые гости приезжали к Клоду Манне, просто мечтали, чтобы их попросили остаться к обеду. Ну и вот нужно сказать, что Клод Манне любил повторять первым делом обед. И нигде во Франции, говорили его гости, не готовят лучше, чем в этом доме. Вот. Муж Маргариты работал управляющим, то есть он совмещал обязанности управляющего. То есть вот посмотрите, для того, чтобы родились такие хорошие шедевры, еще нужно, чтобы у тебя была такая Маргарита. Ну а закончить я хочу вот такими вот работами, которые, знаете, из чего сделаны? Они сделаны из еды. То есть вот это вот, например, настоящие чесночины, вот это вот, например, огурцы, вот это вот, например, хлеб, это капуста. Карл Уорн, такой английский фотограф, который из элементов еды создает картины. Вот так вот это выглядит. Видите? Вот это вот хлеб. Вот это вот такие, вот это вот корзина тоже сделанная из хлеба, вот это вот морковка, вот эти, ну, в смысле, вот эти вот, понятно, что. Капуста. Вот это все съедобно ест, но посмотрите, как это красиво выполнено. Карл Уорн, английский фотограф. То есть такие живые картины, сделанные из съедобных вещей, предметов. Ну, а последняя точка, мне очень хочется, чтобы у вас было замечательное настроение, особенно в понедельнике, вот для меня, например, они такие очень всегда... Непростые. Скандаль. Ну, так сказать, непростые, да. Помните кино, которое называется «Завтрак у Тиффани». Конечно. Вот, и там есть замечательная музыка Манчини, за которую он получил Оскара и исполняет, я вам хочу дать, ее много людей пели, так вот, Тиффани, то есть Одри Хопберн ее исполнила, и Манчини специально писал ее таким образом, чтобы такой очень скромный диапазон Одри был охвачен и чтобы она зазвучала прекрасно. Вот давайте послушаем, и я надеюсь, что все-таки у нас с вами получится без дыр. Поддержим. Это поет сама Одри. Одри. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаешь, я хочу еще 30 секунд дать девочке, мальчике, кто к нам присоединился, есть ли у вас какие-то вопросы? 30 секунд на вопрос в минутку. И хочу сказать вам спасибо, что вы знаете, мы так хотели, я сейчас быстренько, мы так хотели что-то сделать такое вот утреннее, потому что мы сами как бы, я была в большой такой депрессии, нам хотелось как-то, я не знаю, вытащить нас из нашего вот этого вот круга замкнутого и поговорить о вечном, вот. Ваши вопросы и ваши пожелания, и как вам сегодняшнее утро? Можно без вопросов сказать, просто девочки, тащите нас, тащите, у вас так хорошо получается, огромное вам спасибо, это потрясающая совершенно идея, не знаю, кому она первому пришла, пожалуйста, спасибо огромное, очень помогает, очень жаль, что понедельник только раз в неделю. Ладно, ладно, очень хорошо, хорошо, ладно, хорошо, спасибо понедельник. Надеюсь, что хватит заряда настроения на всю неделю. Вы знаете что, вы вот, вот Юля что-то рассказывает, а вы потом можете вот в течение там, я не знаю, дня это все послушать, посмотреть, пересмотреть завтрак у Тиффани или там посмотреть, там еще что-то почитать, вот, а мы пошли готовиться к следующим завтракам. А я могу это пересмотреть, можно это пересмотреть где-то, какие-то точки, да? Да, 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 вот это хороший вопрос, Юль. Да, есть, есть, запись есть. Я пришлю вам всем запись, потому что вот вы уже как бы, да, вы уже участники завтрака, я вам пришлю запись, чтобы действительно что-то пересмотреть. Завтраком Тиффани точно буду пересматривать. Счастливо вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. А вы принимаете еще гостей на понедельник, если там мои друзья захотят? Конечно, конечно. Мы еще будем делать европейский завтрак, который будет в четверг вечером, в 9 часов вечера. Это для Европы. Это для наших друзей из Парижа, из Москвы, из Израиля, да? Это вот у нас друзья, которые там, у них это будет утро, а у нас это будет вечер. Ну, это такой европейский завтрак, это по четвергам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Спасибо. Спасибо.